Сейчас коротко о главных событиях. Хедж-фонды больше не опасаются резкого падения цен на нефть. Страны Латинской Америки намерены выработать общую позицию по ситуации на мировом рынке нефти. В этом выпуске также интервью с советником по макроэкономике гендиректора «Открытие Брокер» Сергеем Хистановым. Ну а теперь подробности. Хедж-фонды больше не опасаются резкого падения цен на нефть. Количество ставок на продажу сократилось. Согласно информации, предоставленной американской комиссией по торговле товарными фьючерсами, за неделю, которая завершилась 1 марта, число коротких позиций по нефти WTI снизилось на 15% и составило 150 718 контрактов. Такого значительного сокращения позиций на продажу не было с апреля прошлого года. Количество длинных позиций снизилось лишь на 753 контракта. Агентство Bloomberg объясняет сложившуюся тенденцию тем, что трейдеры и инвесторы не ожидают падения цен на нефть до уровня в 20 долларов за баррель, как это было ранее. По итогам прожлой недели нефть WTI подорожала на 7,9%. Сегодня утром цена фьючерсов на нефть марки WTI составила 37,51 доллара за баррель. Нефть Brent торговалась по цене выше 40 долларов за баррель. Страны Латинской Америки намерены выработать общую позицию по ситуации на мировом рынке нефти. По этому вопросу они соберутся 11 марта. Встреча состоится в Эквадоре. Об этом сообщил в понедельник министр иностранных дел Эквадора Гийом Лонг. Он заявил, что падение цен на нефть является серьезной угрозой для стран региона и ей необходимо противостоять. На страны Латинской Америки приходится свыше 30% мирового объема добычи нефти. И поэтому важно иметь общий взгляд на решение проблемы, сказал Лонг. Как сообщалось ранее, в период с 20 марта по 1 апреля может состояться встреча стран-членов ОПЕК и стран, не входящих в картель, на которой будет обсуждаться вопрос ограничений производства нефти для стабилизации ситуации на рынке. Развитию сотрудничества Китая и России не могут помешать временные факторы, заявил во вторник глава китайского МИД Ван И. Россия и Китай обладают большой экономической взаимодополняемостью и большим желанием работать совместно. Наше сотрудничество долгосрочное и стратегическое по своей природе. Я думаю, что временные факторы не помешают нам углублять всестороннее сотрудничество. Наши отношения всестороннего стратегического сотрудничества и взаимодействия строятся на прочной основе взаимной поддержки. Наши двухсторонние отношения могут преодолеть любые испытания на международной арене и не ослабнут под влиянием отдельных факторов, сказал Ван И, выступая на ежегодной пресс-конференции. После нескольких месяцев повышенной волатильности многие трейдеры задумались об основных трендах, которые могут определять развитие валютного рынка в 2016 году. О том, что формируют основные тенденции рынка, рассказывает советник по макроэкономике генерального директора «Открытие Брокер» Сергей Хистанов. Что касается макроэкономического взгляда на валютный рынок, то здесь есть одна достаточно стратегическая тенденция, которая, скорее всего, будет действовать весь 2016 год, а может быть и 2017, может быть даже 2018 затронет. И достаточно много тенденций локальных, гораздо более краткосрочных. Долгосрочная тенденция заключается в том, что наблюдается сильная рассинхронизация действия Федеральной резервной системы США и Европейского центрального банка. ФРС США начала смягчать монетарную политику еще в далеком 2008 году, и первый шаг в сторону реального ужесточения сделала в декабре 2015 года. А вот Европейский центральный банк начал свое количественное смягчение только 9 марта 2015 года. То есть рассинхронизация почти на 7 лет, что примерно соответствует чуть ли не целому экономическому циклу среднесрочному. Соответственно, вот эта рассинхронизация, скорее всего, приведет к плавному, но стратегическому движению валютной пары евро к доллару. То есть весьма вероятно мы увидим по европаритет, может быть, если ФРС продолжит повышать ставки, даже 0,85 или 0,87. То есть, в принципе, те цифры, которые были характерны для евро в момент его появления, выхода на валютный рынок. И вот эта тенденция заставляет многих крупных инвесторов пересматривать свои планы относительно выхода на европейский и американский рынок, относительно распределения своих крупных валютных позиций, перекладывания из облигации одной страны в облигации другой страны. Это глобальная тенденция, которая, скорее всего, продлится еще достаточно долго. Единственный фактор, который, возможно, немножко притормозит это движение, это выборы в США, поскольку, несмотря на формальную независимость ФРС, все понимают, что так или иначе, принимая решение, главе ФРС придется оглядываться на то, что 2016 год — это год выборов. Соответственно, действующая власть употребит все свое возможное неформальное влияние для того, чтобы притормозить цикл повышения ставок. Второй набор тенденций связан с конкретными валютными, конкретными странами и конкретными решениями, и будет действовать на гораздо более коротких временных интервалах. Но поскольку я являюсь специалистом макроэкономики, то не чувствую в себе достаточно сил, чтобы эти краткосрочные тенденции анализировать. Первое. Форекс Телевидение. С 9 утра. В прямом эфире. Новости, обзоры и прогнозы финансовых рынков. Максим Маркетс ТВ. Зарабатывай на новостях. Телевидение. С 8 утра. Ха. 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 Хах. ха. Ха.